Эта игра очень важна для нас была, чисто с психологической точки зрения. Я благодарен ребятам за то, что добились положительного результата. Если объективно оценивать, то, в принципе, ничья в закономерный результат. Я считаю, что минимум созданных моментов, как с нашей стороны, так и со стороны команды «Сибирь», это считаю абсолютно закономерным. Я не присутствовал на спам-потелечием, потому что мы друг друга очень давно хорошо знаем. Я думаю, сегодня вопросы, которые были заданы ему, тоже сами к нам относятся, потому что это нестандартная такая ситуация. Я видел команду на Кипре, которая выступала очень уверенно. Никто не предвещал, что эта команда может в каком-то плане оказаться. Я внимательно посмотрел все матчи, которые они провели, где они имели подавляющее преимущество со всеми соперниками, но оказались в пророчной ситуации. Поэтому и для нас, и это не говорит не о принципиальности, это для того, что когда одна или другая команда выйдет из этого состояния. У нас есть свои трудности. Видимо, у них тоже есть такие трудности. Поэтому и такой матч носил характер тяжелый. Пока такого футбола, от которого бы получали наслаждение болельщики, его, к сожалению, нет. Поэтому потребовать сегодня от ребят, которые выходят на футбольное поле, чтобы они сегодня как будто феерировали и показали здесь. Во всяком случае, мы не настолько в этом отношении превосходим, скажем, мастер те команды, которые находятся рядом с нами. Я считаю факт, это команда, которая в верхней части предупреждает таблицы, и мы с ними соревнулись, у нас вообще по очкам совсем немного. Но мы не можем усилить сегодня по объективной причине, я не могу потребовать даже тех ребят, которые сегодня могли бы перепрыгнуть, которые выходят. А основе, которая сегодня выходила, будем говорить, тут кося, которая выходила. Ну, они выходили, конечно, с настроем на победу. Старались воплотить свои мысли в реалии. Ну, по сути дела, не помешал соперник, потому что оборонялся, играл. И я думаю, что матч не изобиливал моментами, такими, которые были. Может быть, хозяева чуть-чуть больше имели. И нам почему-то получается, что все команды, кто с нами играет, начиная, я говорю, вот и Нижний Новгород, и «Спартак» московский, где только по девяткам идет, залетает какие-то, трудно просто предсказать. Мы не можем, но я сегодня рад видеть Максима Житнева опять в том состоянии, в котором он был. Он пропустил очень много. И, в общем-то, он не проходит такую полноценную тренировку, потому что он в Москве и колы делает, и паузы такие и прочее. У нас один нападающий, который, в общем-то, может в этом плане что-то решить. Я считаю, что, понимаете, любая команда может такой период переживать. Вот эти вот… Мы пока не получаем той дуры уверенности. И я могу сказать, что этот матч следующий будет тоже тяжеленный, потому что соперник, хоть он и будет там не так мотивирован, не то, что он будет мотивирован, там молодые ребята, вот они будут играть, и наши замечательные команды, и сборные, и сильные команды в игрокубках, играя просто такие команды. Очень, очень непросто, когда все в обороне, как это взломать. Будем об этом думать. Нам нужно добиться результата, нам нужно добиться победы. Вот. Поэтому мы будем к этому стремиться. И я бы хотел, чтобы у нас была настоящая поддержка не тех людей, которые там какие-то оскорбительные в адрес команды там выкрикивают вещи, а на самом деле поддержка команды. Это бывает, это все пройдет. Когда будут результаты, они будут. Этого не может быть, если команда не работала, они делать то, что надо. Тогда уже можно будет о чем-то дарить другому. Сказать, что мы рады очков, нет. Потому что не рады очков, потому что мы хотели большего, да. Но обигрались, это тоже, значит, стоит, в общем-то, уважения к ребятам. Потому что какой-то период после забитого мяча где-то, где-то немножко в этом отношении было смятение. Сметение было жуткое, но потом смотреть все-таки и перестроиться и сделать. Я думаю, что итог этого матча мы закрали. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Александр Шторопилова, 8-й канал в Новосибирске. Борис Алексеевич, показалось, что именно после пропущенного гола на обороте Сибири несколько раз взбодрилось и эмоции пошли, удалось отыграться. Ну, я извиняюсь, если вам так показалось, то я думаю, что если бы мы играли, ну, как сказать, если бы, допустим, нас соперник переиграл во многом, я думаю, что да, что-то много не получалось. Почему? Потому что, ну, естественно, у кого-то не хватает мастерства, кто-то еще и опыта нет в этом плане. Но я не скажу, что у нас взбодрилось прямо после этого. Я просто сравниваю, как факел играл с другими командами. Поэтому я могу именить сравнение, как он играл с командами, где он имел очень большую преимущество. Поэтому, чтобы мы взбодрились. После пропущенного мяча, да, это какая-то была около 10 минут, там, может, меньше было. Видно было, что этот гол, конечно, просто как уши от холодной воды, поэтому это было видно. То, что по игре, когда команда выходила и играла, билось, да. Может быть, геометрии такой красивой нет, стройности чего-то нет. Но, вы знаете, мы же, опять-таки, мы тоже перекраиваем, краим состав. У нас большая группа молодых игроков. И кто из них как себя проиграет, тоже нельзя ошибиться. Поэтому, имеем большие проблемы игроков на фланге сейчас, очень большие проблемы. Потому что нет ни Харитонова, ни Охая, ни Беляева, который здесь, конечно, вот это здесь было совсем. Другая была динамика, другая агрессия была в атаку. Это мы не имеем. Потом я могу сказать, что, чтобы ребята сами понимали, вот, мы-то тоже так у нас получилось, что мы после торпеды Армавира, мы играем в Халининграде. У нас нет шесть игроков стартового состава, шесть. Вот, мы не играем, играем с протоколом. У нас нету пять игроков. Он сейчас заболел и вынужден на выход у каждой команды, нету Макаренко. Вот, опять, это все, это перекроение, а не все. Ну, нигде, ни в одной, как бы, ни в одной игре команда не опустила, не сдалась и билась до конца, несмотря на то, что там все-таки были крупные счета. И я считаю, что по игровым отрезкам мы не то, что там не проверяли, а по поведению, по статистике, по количеству, так сказать, многих компонентов мы не так сильно там выступали. Спасибо.